Ошибка российских солдат. Четыре фаба ударили по Шебекина. Президент Ирана мертв. Появились проблемы с поставками оружия в Россию. В Ростове большое переселение. Почему людей выгоняют из собственного дома? Голая вечеринка продолжает косить россиян. А секс в Дагестане под запретом. Там сказали, что это не принято у них. Всем привет! С вами Карина Клышун и эта программа «В тренде» собрала для вас достаточно много новостей. И поверьте нам, будет что с вами сегодня обсудить. Поэтому начинаем! Сегодня в Иране началась церемония прощания с президентом Ибрагимом Райси, погибшим при крушении вертолета. Траурная церемония проходит в Тебризе, провинции Восточный Азербайджан. Там, где вертолет и потерпел крушение. Народа собралось достаточно. То ли оплакивают, то ли гуляют. Непонятно. Ведь мы уже с вами видели, как его смерти радовались множество иранцев. После этой церемонии его отвезут в Тегеран. Там 23 мая и похоронят. Президента нет, нет и помощи. Как пишут источники из Минобороны с поставками оружия в Россию из Ирана. Начались проблемы. Ил-76 с иранским вооружением так и не вылетел из страны в ожидаемое время. Поставка ожидалась накануне днем, но иранская сторона приостановила поставки в связи с гибелью Райси. При том, что посол Ирана пообещал Путину, что никаких проблем с поставками не возникнет. О каком именно вооружении идет речь, пока не указывается. Но российская власть явно напряглась. Теперь напряженно ждут, когда пройдет церемония прощания. Кстати, что с иранцами не лады, что с талибами, которые недавно приезжали в Россию. Они, похоже, тоже не нашли общий язык. МИД РФ рекомендует гражданам России не посещать Афганистан. Как же быстро у Великой заканчиваются друзья. Кстати, не только друзья, но и территории в Белгородской области у них тоже скоро закончатся. Российские военные ошибочно сбросили четыре авиабомбы по своему же Шебекино. Они перепутали этот город с Харьковским Волчанском. И об этой ошибке своих же военных рассказал глава округа Жданов. Встретился с жителями домовладений, пострадавших в результате вчерашнего падения взрывоопасного предмета. Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось извлечь взрывоопасный предмет без последствий. Даже Украину тут не обвинил. Удивительно. Произошло это 17 мая, как вы уже поняли, в Белгородской области. Так они еще и не сразу нашли эти бомбы. Изначально нашли три ФАБа. 500 и 250. Четвертое туда грохнулось 18 мая. Эту ФАБ 500 нашли в Новой Товолжанке. Таким образом, за последние три месяца РФ сбросила на свои же территории, а также на оккупированной территории Украины, 50 ФАБ. Просто вдумайтесь, 50. Еще почти четыре десятка упавших все еще не могут разминировать в так называемой ДНР. И это подтверждают российские новости. Но не переживайте, это ведь такие мелочи по сравнению с тем, что глава города делает для жителей Шебекина. Ведь вместо укрытий, которые требуют люди, он делает просто невероятно красивые клумбы. Да, клумбы. Они же так прекрасно смотрятся на фоне разбитых домов. Как вам такое? Друзья, пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Для нас это очень важно. Где-то разбивают, а где-то отбирают. В Ростове выселили из квартир людей из-за того, что дом был в аварийном состоянии. Вместо того, чтобы заняться стройкой, а людей временно переселить в уже подготовленные комнаты, квартиры или дома, они просто выселили людей из квартир. И даже не дали возможность забрать вещи. Жители начали, конечно же, возмущаться. И это возмущение превратилось в скандал. Они собрались возле дома, чтобы встретиться с властями, выяснить судьбу оставленных в квартире вещей, а также узнать о выплате компенсации, которые еще и не всем выплатили. Что-то собрали у нас жилье! Где есть орден на выстреление! Ну, как мы видим, разговор не удался. Чиновники не пришли, а полиция пыталась не пускать их к своим же квартирам за своими же вещами. Более того, как утверждают люди, квартиры отобрали у них незаконно. Теперь же они пытаются из окон сбросить все нажитое, а полиция пытается их оформлять. Забота о людях – все, как и обещал так называемый президент на так называемой инаугурации. Голая вечеринка Ивлеевой прошла, а дух вечеринки все никак не покидает Россию. Оказывается, там продолжают сажать и штрафовать участников вечеринки. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Очередной жертвой кремлевских странников стал 27-летний стилист Павел Бабака. Его оштрафовали на 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ. Этот носок с рэпера он на видео потом сам снял. За это ему и прилетело. Тем временем милитаризация детей в РФ идет полным ходом. Убийца и по совместительству представитель новой элиты в России пришел к детям в школу. И начал жаловаться, что солдаты заканчиваются. Поэтому очень сильно надо, чтобы дети после школы сразу же шли на войну. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся и заменить нас некому. Это война на долгах. Это священная война за правду. Мы воюем против истинного зла, которое не грезгует никаким методом. Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что, ребята, забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Вам это пригодится. Мотивация просто невероятная. Особенно для подростков. Как думаете, поможет? Покажу вам менее мотивированного военного. Он плачет. А все потому, что его назвали убийцей в России. Пацаны, говорят, позвонили сегодня. Все один, потом другой. Рассказывают истории свои. На них смотрят мирняк. Не понимают их. Да форму одеть, стесняются, потому что на них будут смотреть. Один придурок, 20-летний, подошел к мужику в магазине. У него два кристалла. Григорий Георгиевич. Смотрит на него, блядь, смотрит. Тот не выдержал, повернулся. Чего, говорит, на меня так смотришь? Чего тебе от меня надо? Он говорит, да вы же убийца. Мне так хотелось вырвать нахуй, кодык нахуй положить. Сказать, пробейте, пожалуйста. Чего же вы делаете-то? Там сейчас такие бои идут. Там мои пацаны бебнут. А вы, блядь, вообще не понимаете. Нихреть. Как там холодно. Как там снег и жрут, потому что в воду занести невозможно. Как быка экономят. Не, я не понимаю, блядь вас. Какой сентиментальный убийца. Так и не осознал, что война продолжается только из-за Путина и таких солдатов, как он, которые верят диктатору. Не знаю, как детям, а вот промывка мозгов мамам этих детей прошла успешно. Вот, к примеру, одна из таких матерей. Женщина потеряла пятерых детей. Сначала она отправила одного сына на войну. Тот, естественно, умер. Потом она решила отправить еще четверых, чтобы продолжали дело брата. И они тоже погибли. Но больше всего удивляет то, что она гордится решением сыновей идти на войну. Или она реально верит в свои слова, или же у нее просто был гениальный бизнес-план. А чтоб вы знали, даже при таком раскладе, когда они дают учиться, а сразу призывают рожать и воевать, в России все равно люди умнее, чем в США. Так заявила Симоньян. У нее там новая методичка пришла. Поэтому она пытается сделать с американцев неграмотных людей. А все потому, что они не читают Библию. Раньше, когда Соединенные Штаты Америки действительно были страной христианских ценностей, Библия, я это еще даже застала, лежала в прикроватной тумбочке, в каждом придорожном копеечном мотельчике, не говоря уже о больших, красивых, грозных каких-нибудь там Уолдорф Астория. И люди-то ее вообще-то подчитывали. Потом образование в Соединенных Штатах Америки было организовано так, что люди практически вообще перестали читать. И, как мы знаем по их собственной статистике, огромное количество, невероятный процент, сейчас не буду врать, какой именно молодых людей в Соединенных Штатах являются illiterate, то есть неграмотными. А не читает так вообще никто. Вы вряд ли найдете что бедный, что богатый дом в Соединенных Штатах Америки, где лежала бы хоть одна книга, которая не необходима по работе или учебе тем, кто проживает в этом хаусхолде, как они говорят. Что-то ей чтение Библии не помогло. Если же убрать все манипуляции боброедки, то, согласно данным исследования книжного сервиса «Литрес» и аналитического центра «Нафи», в 2023 году всего 23% россиян прочитали хотя бы одну книжку. В то же время издание «Югоу» сообщает, что среди американцев больше читающих людей. В прошлом году 54% жителей США прочитали как минимум одну книгу. И религиозная пропаганда выливается сейчас не только изо рта симонян. Ростовский митрополит тоже решил вписаться. Он рассказал, как посоветовал прихожанке незаметно убить мужа. Однажды ко мне пришла женщина, это из практики, из моей практики. Она пришла мне и поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила более 40 лет, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате, он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. «Что мне делать?» – спросила она меня. И сказал, убейте его. «Что вы сказали?» Я сказал ей, убейте его. «Так». А говорит, как? Он очень просто так. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо изогнется. Шок. Она тоже триггер. Она говорит, я не могу этого сделать, я говорю, не можешь, тогда терпи. Смешанные чувства. Вроде как убить мужа – это против пропаганды семейных ценностей. Та и вообще, это задача Кремля. Но с другой стороны, если будет терпилой, то и семью сохранит. Кратко говоря, от срока увильнул, но в памяти остался. А вы знали, что в Дагестане секса нет? И это вообще у них не принято. И я не знала. И блогер из Казани тоже этого не знал. Рустам Сарачев, который ведет блог об исламе, планировал провести лекцию по интимным отношениям в Дагестане, так как он слышал, что там много разводов. Я посоветовался с людьми, хотел поехать в Дагестан вот с этими лекциями своими, да, по интимным отношениям и так далее. Там сказали, что это не принято у них. Ну, поэтому, наверное, развод у вас в 95% раз не принят. Ну, живите, короче. Но потом к нему в гости приехали парочка дагестанцев. И более доступно объяснили, почему же это в Дагестане не принято. И заставили извиняться. Он извинился и, похоже, больше об этом даже не будет заикаться. Борьба с сексом – это что-то новенькое. Слава Баракату, дорогие братья и сестры из Дагестана. Со мной разговаривали братья из Дагестана и указали на мои ошибки. Я их полностью признал. Я оскорбил, не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах. Поэтому прошу ради Аллаха прощения.